МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вернуться к доковидной жизни. Представители сфер образования, культуры и бизнеса призывают ламатинцев вакцинироваться. Эта болезнь переносилась очень тяжело. Поэтому я призываю всех казахстанцев. Единственное, что нас сегодня спасет от этой болезни, это вакцинация. Сегодня 76 лет самому масштабному взрыву, оставившему неизгладимый след в мировой истории. О жертвах атомной бомбардировки Нагасаки в сюжете нашего корреспондента. Люди должны помнить, особенно молодежь, о том, какие беды может принести вот эти атомные взрывы. На озере Алла-Коля в результате несчастного случая погиб 40-летний мужчина. Его протаранил гидроцикл, которым управляла 27-летняя девушка. В момент инцидента погибший плавал на надувном матрасе. Рядом с ним находилась его дочь, 2010 года рождения. Сейчас она находится в больнице с множественными травмами. Как выяснилось, за рулем гидроцикла находилась жительница Туркистанской области. Местными органами полиции начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации морского или речного транспорта». Назначены ряд экспертиз. К ответственности также хотят привлечь владельца водного транспорта 31-летнего жителя Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Три человека утонули с начала купального сезона в водоемах Алматы. По словам спасателей, основная причина гибели – купание в нетрезвом виде. Жертв могло быть и больше, если бы не были спасены 9 алматинцев, четверо из которых – школьники. Сотрудники городского ДЧС совместно с полицейскими и волонтерами напомнили жителям города о правилах безопасности при купании в открытых водоемах. В ходе рейда проводится профилактическая работа. Людям разъясняется об опасности купания в неустановленных, не оборудованных для этого местах, а также о запрете распития спиртных наплитков вблизи водоемов. В ходе рейда установлен один факт купания в неустановленном для этого месте. Виновное лицо привлечено к административной ответственности. В Таразе заключенный сбежал прямо на глазах у полицейских. Момент ловкого побега попал на камеры видеонаблюдения. Позже ролик широко распространился в соцсетях. На кадрах видно, как заключенный обнимается с женщиной. Рядом с ними стоит служебный автомобиль, внутри которого сидят полицейские. В какой-то момент мужчина воспользовался ситуацией и, используя навыки паркура, с помощью трубы взобрался на стену с колючей проволокой и сбежал. Полицейские бросились догонять беглеца, но мужчине удалось скрыться. Однако позже в соцсетях распространили еще один ролик. В нем сообщается, что ранее сбежавший заключенный был пойман правоохранителями. Ранним утром в Алматинском ущелье Кимасар произошло возгорание сухостоя и бурелома на склоне горы. 36 огнеборцев с помощью 9 единиц техники тушили пожар на площади 500 квадратных метров. Горение сухостоя особенно часто происходит в жаркие летние и осенние дни. И чтобы избежать трагедии, сотрудники ДЧС просят жителей города и гостей отказаться от использования открытого огня и разведения костров. Ну а тех, кто игнорирует требования пожарной безопасности, могут оштрафовать почти на 300 тысяч тенге. Для тушения пожара использовались ранцевые огнетушители, ермак, шансовые инструменты, хлопушки, лопаты. Проведена опашка, место возгорания. Принятыми мерами возгорание локализовано в 7 часов 39 минут. Более 7600 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Казахстане за прошедшие сутки. Наибольший прирост отмечается в Алматы и Нурсултане. Выздоровели больше пяти с половиной тысяч казахстанцев. Умерли от ковида и пневмонии 140 человек. Лечатся от инфекции свыше 113 тысяч соотечественников. Около двух тысяч находятся в тяжелом состоянии. Еще 192 больных подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в стационары Алматы поступило около 600 человек. Лечение в клиниках получает больше пяти с половиной тысяч пациентов. В отделениях реанимации 397 больных. К аппаратам ИВЛ подключены 63 человека. В мегаполисе на сегодня первый компонент антиковидной вакцины получили свыше 770 тысяч алматинцев. Более 4 тысяч из них привились за прошедшие 24 часа. Напомним, в городе функционирует 160 пунктов вакцинации. Работает 237 прививочных бригад. В Германии прививочная кампания идет полным ходом. Обретение коллективного иммунитета уже не за горами. На сегодня полный объем доз вакцин получили 54% населения. По данным Института имени Роберта Коха, всеобщая вакцинация помогла спасти от заражения свыше 700 тысяч граждан и снизить на 76 тысяч число пациентов в медучреждениях. Предотвращено больше 38 тысяч смертей. В Великобритании орган контроля за соблюдением законодательства о защите конкуренции намерен разбираться с ценами на коронавирусные тесты. Их цена может доходить до 400 фунтов стерлингов. Лишь у 11% компаний тест стоит менее 50 фунтов. Поездки за границу становятся роскошью для многих семей. В Китае власти завершили тестирование всего населения Ухани, где в декабре 2019 года началась пандемия коронавируса. Анализы взяли у 11 миллионов человек. В итоге выявлено всего 37 случаев заболевания COVID-19 и обнаружен 41 бессимптомный носитель. Доля дельта-штамма среди заболевших коронавирусом в Алматы достигла 90%. В связи с этим представители сферы образования и культуры призывают жителей не откладывать вакцинацию. Они добавили, что антиковидная прививка – это единственный способ вернуться к нормальной жизни. Преподавательский состав одного из бизнес-фузов Алматы в числе первых вакцинировался коллективно. Таким образом, учителя решили подать пример своим студентам. На данном этапе есть в обществе такое мнение, там есть антиваксеры, которые разные истории рассказывают и так далее. Но я хочу сказать молодым ребятам, что особенно студентам, чем быстрее будет уровень вакцинации высокий, тем быстрее мы сможем вернуться и к традиционной форме обучения, и к нормальной жизни, которая у нас была до пандемии. Рестораторы, в свою очередь, прилагают все усилия для того, чтобы спасти свой бизнес и сохранить рабочие места для сотрудников. Помимо того, что они следят за соблюдением карантинных требований в заведениях, они еще призывают своих сотрудников получить антиковидный укол. Пока у нас 80%, но тем не менее у нас есть люди, которые до этого переболели, и у них сейчас есть медотвод. Но они уже стоят на очереди. Что еще хочу сказать. Нас активно поддержал Акимат города Алматы, выделил нам мобильную бригаду. Так что я призываю всех вакцинироваться и работать, в конце концов, без ограничений. Волонтеры по роду своей деятельности часто находятся в зоне повышенного риска, поскольку ежедневно контактируют с людьми. Вакцинация поможет нам заниматься благородным делом, не нанося вред ни себе, ни окружающим, говорят общественные активисты. И вот когда мы активно занимались волонтерством, к сожалению, я заразился коронавирусом, у меня подтвердился прям положительный ПЦР. Мне было настолько плохо, что меня забрали в больницу, в реанимацию, и в итоге у меня было поражение 75-80% легких. Эту болезнь переносилась очень тяжело. Поэтому я призываю всех казахстанцев. Единственное, что нас сегодня спасет действительно от этой болезни, это вакцинация. Всего по республике прививку уже получили более 5,5 миллионов казахстанцев. В лидерах по числу вакцинированных Алматы с охватом более 770 тысяч человек, из которых свыше 104 тысяч – лица старше 60. Сейчас в городе функционирует 160 прививочных пунктов, которые работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера. В Японии официально завершилась Олимпиада 2020. Токио торжественно передал эстафету Парижу, где в 2024 году пройдут следующие летние игры. К слову, зрителей на закрытии не было, как и во время соревнований. По итогам Олимпиады первое место в медальном зачете заняла сборная США. Американские спортсмены завоевали 113 медалей. Второе место с 88 медалями у Китая. На третьей позиции расположилась Япония. У атлетов страны-хозяйки игр 58 медалей. Казахстан в итоговом медальном зачете занял 83 место. Наши спортсмены выиграли 8 медалей. Бронзовыми призерами главного соревнования четырехлетия стали дзюдоисты Ельдо Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшебек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Садилов и Софья Берульцева. Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступили 97 атлетов. Они представляли страну в 27 видах спорта. Сам турнир стартовал 23 июля и завершился 8 августа. Сегодня во всем мире отмечается День памяти жертв атомного удара Нагасаки. Ровно 76 лет назад в небе над Японией прогремел катастрофически по своей мощи взрыв, оставивший неизгладимый след в истории человечества. Роберт Граф о трагедии, которая не должна повториться. Август 1945 года. Человечество еще не отошло от Второй мировой. Но это был не конец. Тогда мало кто знал, совсем скоро мир узнает, что такое оружие массового уничтожения. Испытательным полигоном стала Япония. На два ее города 6 и 9 августа были сброшены атомные бомбы с безобидными названиями «Малыш» и «Толстяк». По некоторым данным, в Хиросиме погибло примерно 140 тысяч человек из 350-тысячного населения города. В Нагасаки жертвами атомного удара стали по меньшей мере 74 тысячи мирных жителей. Люди должны помнить, особенно молодежь, о том, какие беды может принести вот эти атомные взрывы, какие беды может привести война, какие беды может принести неправильное использование научных достижений. По сравнению с атомным, ядерное оружие куда катастрофичнее. Огромным количеством таких боеголовок обладала наша страна на заре независимости. Разрушительное наследство досталось после раскола Советского Союза. Но первый президент независимого Казахстана проявил мудрость и дальновидность, наотрез отказавшись от четвертого по мощности ядерного арсенала в мире. Огромную лепту в закрытии Семипалатинского полигона сыграло движение, которое возглавил Олжас Сулейменов. Движение самое миролюбивое, самое мирное, самое интернациональное движение на Земле. Мы назвали это движение «Невада» в надежде, что наши единомышленники в американском штате Невада, которые блокируют атомный полигон, там найдут в нас своих собратьев победе. Мы всегда будем продолжать писать послания мира из Нагасаки. Послания тех, кто выжил, перенеся невероятные испытания. Мы надеемся, что люди Земли соединят свои руки и сердца во имя свободной от ядерного оружия жизни. Эти несколько строчек официального послания, помещенного на сайте мэрии города Нагасаки, выражают всю боль и надежду японского народа на безъядерное будущее. Мы, граждане Казахстана, государство, отказавшегося от ядерного оружия, должны помнить, что на пути к процветанию можно и нужно идти мирным путем. Роберт Граф, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Уважаемые телезрители, Алматы все еще в темно-красной зоне. Получите вакцину, защитите себя и других. Добьемся коллективного иммунитета вместе. На этом все. Еще больше новостей на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин